Всем привет, меня зовут Павел Белинский, я, так сказать, внеочередной бложек. Накопилось немножко историй, за последнее время есть о чем рассказать, есть о чем повествовать, и, собственно, я хочу это сделать. Такие я устроился на работу, два месяца уже работаю, работаю я монтажником на заводе по сборке и производству, собственно, котельного оборудования, а именно котельных, модульных и стационарных. При том, что практически все, начиная от фундамента, делается на этом заводе и руками этих людей, что очень круто. Вот на этом заводе работаю уже два месяца, пока не полностью собрал для себя впечатления об этом месте, но, скажем так, не лучезарно, ну, не лучезарное место, но работать я там буду, потому что, первое, мне удобно. То есть, первое, я нивелирую самую главную проблему, это то, что мне нужно ездить на транспорте, на общественном, и тратить на это деньги, теперь я работаю в 40 минутах, ну, или 45 минутах ходьбы до работы и с нее, ходьбы, прошу заметить, либо 15 минут на велосипеде, ну, так как я умею ездить. Это круто, по-моему, это просто охеренно, потому что я нивелирую кучу времени и, самое главное, денег. Платят мне на этой работе стабильно 40, устроен я на эту работу официально, с официальным окладом, то есть у меня реально честный оклад, там 45 с копейками за вычетом, а налогов у меня остается ровно 40 тысяч, что круто. Это реально важно для меня и классно. Договор срочный и это, конечно, меня немножечко подсгрустило, потому что я надеялся устроиться на бессрочном. Но я думаю, что, скорее всего, у директората это страховка, то есть в некотором роде они подстраховались, то есть если я там буду косячить и так далее, они не смогут меня спокойно уволить, банально не продлив мне договор. Ну, а продление договора это просто заключение нового. Так что с работой пока что все в порядке, все стабильно, условия работы и прочее расскажу в следующий раз в отдельном вложике. Не лучезарта, короче, не лучезарта. Не так плохо, как во многих местах, но я смотрю на места получше. Дальше. Я, короче, пришел к тому, что хочу полностью поменять род своего музыкального увлечения и хочу теперь заняться аналоговыми синтезаторами и вообще просто железками. Железками, связанными синтезаторами. Как видите, у меня есть один синтезатор. У него очень херовый звук обычных клавиш. Звучит плохо, но откровенно плохо, то есть клавиши здесь никакие, то есть прям ужасный. Звук просто отвратительный, потому что очень маленькая градация по нажатию и ты не можешь играть от тихо до громко. Я уже вот-вот думал этот синтезатор продавать. Я почитал инструкцию, ничего, чего-то серьезного. Здесь отвратительный лупер фразовый. Он пишет просто, блядь, убого. Просто отвратительно, блядь. Я вообще его просто никаким образом не могу синхронизировать, хотя с лупером у меня очень много опыта, причем с самыми корявыми. Но это просто ссаный лупер. Вообще самый, самый ссаный лупер. Забыли, короче. Но тут, ну типа, то есть есть там основные звуки прикольные. Простите за звук с улицы, ничего не пойдет. То есть всякие органы. Органы звучат здесь неплохо. То есть органы здесь прям приятные. А, ну это на FM синтезаторе, DX7 а-ля, короче. И тут я для себя открыл синтетические звуки этого устройства. Я такой, сижу такой, типа... Такой, нихера себе. Че, так можно было? И такой, типа, знаешь, типа там... Я такой, нихуя себе, Гесе Фальдштейн, здравствуй. И тут, короче, я полез в арпеджираторы. И тут я думаю такой, сука, ну не может же быть все хуево в этом синтезаторе. А я за него как бы на секундочку 25 тысяч отдал. Типа, в свою очередь. Как бы на секундочку, блядь. Я лезу в арпеджираторы. То есть, по-любому, арпеджираторы здесь должны быть. И должны быть нормальными. Ну, типа, ну, сука, ну если они настолько сделали, все плохо. Тогда ему проще продать и выкинуть нахуй. Купить себе какому-нибудь дерьмо древнее, которое будет работать гораздо лучше. Или за 25 тысяч, если лучше какому-нибудь, не знаю, там... Электрайб куплю. Серьезно, какой-нибудь старый там. И тут я ройс, ройс по арпеджиаторам и такой... И меня, сука, на 15 минут я просто залип как ебаный чу... Как нарколыга. Отвечу. Охуеть! Сука, вот оно, блядь! Вот оно, сука, то, что я искал. Звук грубый. Звук грязный. Но, сука... Не живой, ебать! Интересный, блядь! Интересный. И я просто охуел. Вот это вот... Я как будто на металл-концерте отвечаю. Мне даже гитара, блядь, после этого нахуй не нужна. Я открыл для себя, наконец-то, нормальный, сука, электронный звук. Именно звук приятный, интересный, грубый. И который реально рефлексирует со мной. Вот это, вот это... Вот это рефлексирует со мной. При том, что арпеджиатор адекватный, то есть... Несколько стопный, то есть можно... Охуенно! Короче, я залим. Я снова начал открывать до, я снова начал работать с приложениями. Это круто, ребят. Это прям классно. Я для себя открыл что-то невероятное. Как вы посмотрели в заставке... Я купил себе новые железки. Вот, буквально где-то пару недель назад я купил себе Cork Volk Sample. То есть... Вот такая вот штуковина. Cork Volk Sample. Вообще, Cork Volk насчитывает достаточно большое количество различных устройств. И первая, которая у меня появилась, это Cork Volk. Cork Volk Sample. Это не сэмплер в классическом его понимании. Это скорее Groovebox. То есть, эта штука скорее воспроизводит сэмплы и использует себя, чаще всего, скорее, как ритм-машинка. Но в эту штуку можно загружать сэмплы. Да, это сложно, блядь. То есть, нужно использовать отдельное приложение, которое будет сжимать эти сэмплы, вгонять сюда. Здесь память всего 4 мегабайта на сэмплы. Но здесь есть 100 встроенных. Некоторые из них вы слышали в начале. Но как Groovebox и как драм-машинка работают. При том, что здесь можно использовать всякие эффектики, типа, простенького гранулярного синтеза. С помощью которого можно делать очень интересные хуёвины. То есть, штука, короче, классная. Это единственное устройство, по сути, из всех устройств Cork Volk цифровое. Ну, кроме вот этих двух ручек, они абсолютно аналоговые. Это вот, собственно, аналоговый изолятор. По сути, здесь даже можно делать некоторый такой сэмпл-чоп. Когда ты сэмпл чуть-чуть подрезаешь, расширяешь. Но, сразу хочу оговориться, что это устройство воспроизводит всего лишь 33 тысячи. Вот, чтобы вы понимали. То есть, это ниже качества CD-диска. Качество CD-диска это 44100. Но, для многих стилей, вот, да и вообще, в принципе, те, кто работают, там, а-ля в стилях, там, техно, хаус, лоу-фай и тому подобных, там, околотрансовых, эмбиентовых, челлаутных и прочих стилях. Это очень круто. Дальше, вторая моя покупка. Второй покупкой, она была буквально меньше недели назад. Я увидел, как чувак продает эту штуковину буквально за 6 тысяч рублей. Такой, блядь, алё, здравствуйте, хочу купить. Поехал и купил. Вообще даже, типа, похуй, что, типа, в кредитку и так далее. Мне насрать. Короче, за 6 тысяч рублей это очень хорошая покупка. Вот это устройство уже полностью и абсолютно аналоговое. Эта штуковина гораздо тяжелее, чем сэмпл. Горг Волка Кис это полифонический-монофонический полностью и абсолютно аналоговый синтезатор. Это ебанистически охуенная вещь. То есть, эта штука имеет, ну, вот как в раньше старые добрые времена, вот это вот, еврорек и все около того, вот это вот, вот это оно. Если, например, в пределах WorkVolk Sample нельзя записывать сэмплы с различного рода длительностью, но, ну, типа, короче, адекватно ты не можешь играть поперек ступеней. Вот, то есть, там стоит, ну, то есть, грубо говоря, там не Quantize, а вообще, в принципе, ты просто не можешь работать шире, то здесь эта проблема решена. Здесь могут как подпадать под Quantize ноты, так и ноты можно играть самопроизвольно поперек. Это очень клево, и, как бы, каждый из них, у них есть встроенные секвенсоры, где можно запоминать последовательность. И, собственно, он уже их будет воспроизводить. Что еще могу рассказать интересного? Большие возможности в очень узких рамках. Это клево. Моментов для творчества очень много. Очень хочу просто покрутить все это в ручках, ибо это классно. Волка Sample имеет каждый выход свой по звуку, и их как-то надо смикшировать. Идти покупать отдельный микшер я не хочу. А зачем? Смысла в этом нет, потому что я могу все это сделать сам. И, по сути, то есть, схема достаточно проста. То есть, паять, мягко говоря, нечего. То есть, в моем лично случае, у меня, видите, у меня, во-первых, не моно, а стереосигнал, потому что у меня есть левые и правые каналы, потому что что Sample, что Keys имеют возможность работать со стереосигналом и работают. А есть классические микшеры, у которых есть четыре дорожки, ну, грубо говоря, да, и на каждую дорожку покрутилки, но с учетом того, что дорожки монофонические. Вот, я сделал себе стереофонический микшер. Хотите, смеетесь, хотите, нет, эта штука работает. То есть, вот у меня есть, короче, это собрано по факту, грубо говоря, из говна и палок. Когда-то очень давно я собирал гитарные педальки на продажу, так что паять я умею, и руки у меня растут с очень того места, и проблем для меня не составило собрать подобную хреновину. Вот, у меня есть вот раз, например, разъемчик, это, назовем его, я его назвал One Channel, и есть Two Channel. Вот, два канала, вот раз разъем, вот два разъем, и вот выход. Я понимаю, что это мы витом, делать выход, смотрящий на тебя, потому что это неудобно, потому что штука будет мешать, но... Типа, я собрал это, блядь, в распредкропке за 60 рублей. Камон, ребята, о чем разговор? Вот. Внутри, скажем так, типа, провод менеджмент так себе, но, как я опять же говорю, собрано все из говна и палок. То есть, вот он разъем, вот он второй, тут половина даже не изолирована, вот четыре потенциометра на 500 кОм. Собрано из проводов, которые я разобрал от, там, чего-то, типа, от какого-то там переходника, а-ля там, джек-мини-джек. И потенциометра, который я сто лет назад выпаял из какой-то педальки, которая была собрана в этом же корпусе. По-моему, это был у меня... А, это был у меня микрофонный преамп, я собрал на германиевом транзисторе, для того, чтобы там был легкий перегруз. Таким образом, у меня вот есть левый канал, правый канал, левый канал, правый канал, и каждый можно регулировать. Таким образом, ты закидываешь сюда одну корк-волку, сюда вторую корк-волку, и, как видите, еще посредине есть два отверстия, для того, чтобы вкинуть сюда еще один корк-волка, который вот сюда вот вклиниться. Вот, для того, чтобы я имел запас на прочность на уже третье устройство, что для меня, в принципе, тоже очень важно. Экранировка здесь, по сути, не нужна, распайка здесь абсолютно гениальная и проста, здесь ничего не шумит, не кряхтит, потенциометры нормальные. Вот, разъемы тоже, в принципе, адекватные, и то, что это все в пластмассе, да и хрен с ним. Особо у меня ничего тут рядом, там, не шумит, жесткие диски не шумят, тем более. Вот, так что это все, я собрал буквально за вечер. И, когда я это собрал, послушал, такой, ебой, я могу, классно. Я сходил в магазин и психанул на 2500. Я хочу собрать себе восьмиступенчатый, короче, сипенсер на Ардуино. Есть охеренный канал MomLookNoComputer. Он угорает по аналоговым устройствам, собственно, благодаря которому я начал потихонечку... После которого я точно сообразил, что я хочу впилиться во все это дело. Короче, у меня собралась вот такая вот коробочка с потенциометрами, с разъемами. Вот как раз такие вот, которые вы видели. Вот они потенциометры, они старые, но они работают, они нержавые, все нормально. Вот разъемчики еще где-то стереофонические, где-то монофонические. Вот, моно, например. Вот, есть крутилки, есть разъемы под тюльпаны. Вот, где я начал потихонечку копить детальную базу для того, чтобы собрать вот на Ардуино вот этот вот самый секвенсер. Капец, я нисколько купил себе музыкальный инструмент, вот, в лице вот этих вот двух коркволка, сколько купил себе желание снова творить. Капец, я поймал себя на мысли того, что мне стало снова в удовольствие паять. Мне есть что паять, мне есть куда развиваться, я хочу играть, я хочу пользоваться ими, я хочу растить вокруг него вот этого, вот, вокруг этих музыкальных инструментов свою вот эту вот экосистему из устройств, которые будут сделаны моими руками. По некоторым из этих устройств я буду делать отдельные гайды, потому что гайдов на самом деле очень мало и внятный гайд, в принципе, будет полезен, потому что, еще раз повторяю, вот, это собрано буквально за несколько часов. Потому что, там, я руками делал развертку, там, ступенчатым сверлом, мерил что-то по дороге. Короче, это все собрано на коленке, очень легко, и в ближайшее же время я хочу собрать себе устройство, которое позволит вот эти волки, короче, вот таким вот макаром как-то держать в каком-то виде, чтобы мне их не упаковывать в коробке постоянно, после того, как я поиграл на них, чтобы их убирать якобы на место. Мне нужна эта штука, потому что эти две корк-волки, это не последнее, потому что я себе еще хочу волка-бас и волка-драм. Еще было бы неплохо обзавестись корк-волка-фм. Битц и ню-бас, ну, особо мне не интересны, хотя, в принципе, если бы я обзавелся, ими было бы неплохо. Вообще, я прям сильно что-то заболел вот этими аналогами синтезаторами, ну, и около того, знаете, типа, корк-электрайп, МС-20, вот, тоже корковская, вот, и прочие, короче, игрушенцы, которые позволяют работать без струн, и которые достаточно хороший сигнал выдают. Паша что-то поплыл, вот, в хорошем смысле этого слова. Так вот, сегодня я пошел, короче, в магаз, купил себе монтажного кабеля. Говорю, психанул на две с половиной тысячи, я просто от себя не ожидал. Но я купил все необходимое, кое-что на пробу, для того, чтобы сделать более грамотный микшер. Кстати, когда я его буду пересобирать в еврорек формате, я буду себе собирать еврорек шкаф. Кстати, у этого же канала, мам, лук, но компьютер, есть, прям, то, как он собирал свой еврорек панель свою. Хочу, короче, то же самое, хочу. Вот, буду собирать, скорее всего, это буду собирать, либо на стримах, либо отдельным видосом. Короче говоря, вот такое вот у меня полотно. Если интересно, можете поставить на паузу, посмотреть. Ну вот, либо хотите, я сделаю, короче, отдельно фотографии, либо просто, типа, видосик, приколитесь. Вот, два с половиной рубля, короче, потратил на все это дело. Вот, купил, короче, много всего. Вот, у Корт Волка они все питаются от шести батареек пальчиковых. Вот, но аккумуляторов просто вот не напасешься, короче, замучишься их заряжать. Вот, поэтому я сбегал и купил себе разъемы. Вот, теперь я смогу запитать, вот, у меня есть раз разъем, второй разъем вы уже видели в начале, и вот третий запасной разъем. Вот, это под распайку, под провод дополнительный. Вот, обязательно, короче. Вот, купил несколько дополнительных разъемов, потому что нужны всегда свежие, всегда новые. Когда, типа, спаяю устройство, ну, вот этот вот секвенсор, они мне очень сильно пригодятся. Для следующих самоделок, и я так чувствую, что я еще не раз съезжу в этот магазин. Вот, купил себе пять штучек. Вот, чисто по кайфу взял себе еще. Так как у меня, видите, коммутация вся на три с половиной миллиметра миниджеках, вот, а выход на шесть и три, я решил взять себе еще один. Три с половиной, еще два разъемчика, вот, тоже с креплением под корпус, вот, шайбочки. Там я на термоклее, эти уже с креплением под корпус. Ну, выглядят они, честно говоря, достаточно убого, но, камон, ребята, типа, я и не богат. Да и в магазинах, смотрите, если бы я даже был бы богат, более или менее, в магазинах не особо много вариантов, на которые можно обратить внимание. А те, что есть, ну, короче, вы поняли. Вот, взял себе тюльпанчиков, вот, два штучки. Они выглядят только пафосно, по факту обычные металлические тюльпаны, ничего интересного, вообще не о чем разговаривать. Просто обычные тюльпаны. Вот, вся эта вот эта вот позолота слетает буквально за секунду, но контакт нормальный. Вот, и взял себе два вот таких вот разъемчика. Там были подороже, побогаче, но, по сути, они ничем не отличались, кроме корпуса. А корпус и там, и здесь, ну, так себе хлипенький. Я так подумал, типа, да и хер с ним. Вот, взял, короче, вот таких два разъема и, вернее, два папы, два мамы, нормуль. Вот, первый пакетик. Сразу давайте покажу. Купил два дополнительных AUX кабеля. Если буду покупать на Cork Volk еще один, допустим, и в него нет встроенного, не будет встроенного AUX кабеля, а между ними еще нужно как-то синхронизироваться. У них же синхронизация по темпу, вот, по BMP-шке, так что это важно. И благодаря вот этим кабелям можно будет синхронизироваться. Так что AUX кабели никогда не будут лишними. К тому же самому секвенсору на Arduino я докупил еще недостающих потенциометров, соточки. Вот, конечно, купил, увы, логарифмические, вот, с логарифмической кривой, а у меня в секвенсоре будут использоваться все линейные, ну, да хер с ним. Как временный вариант, в принципе, сойдет, ну, недостающие мне 35 штук диодов 1N4148. Если им в представлении вообще не нуждаются, 1N4148, один из самых популярных диодов на сегодняшний день на планете. Вот, и push button, button, push button on, кнопки на замыкание, опять же, опять же, под тот же самый Arduino. Для того, чтобы иметь возможность принудительно звук, короче, коммутировать. И, короче, куча крутилок. Вот, здесь вы видели три одинаковых, одну лишнюю. Здесь, короче, будет практически та же самая херня. Короче, я забрал все большие крутилки, вот они, вот так вот выглядят. Они пластмассовые, да? Нет, прикинь, из алюминия. Вот эта вот крутилка снаружи из алюминия. Да, из алюминия, снаружи крутилка из алюминия, а внутри пластмасс. Да, просто сразу чувствуется, что они холодные, короче. Вот, то же самое и с маленькими. У меня, короче, получилось 12 вот таких и 8 вот таких. То есть, опять же, будет небольшой разнобой. Ну, я как-нибудь попробую это все дело уладить. Блин, наебнутый мне этот бочонок дал. Ну, я не досмотрел, а ему и радость была продать. Много идей, вот. Помимо вот этого стереомикшера, есть еще желание собрать себе отдельный LFO. Собрать себе ревербератор. У меня, кстати, есть даже микросхемка. Вот этот вот PT2399, по-моему. Говененькая пиздец. На ней можно сделать только очень лоуфайные устройства. Но на ней также можно еще сделать такой же лоуфайный дилейчик. Лоуфайный ревер. Но, ну, можно же. Я это обязательно сделаю. Печатных плат вагон вообще просто безбожное количество в интернетах этих наших. Бери не хочу и пользуйся. Так что, все это дело при помощи банального лазерно-утюжного способа переносится на текстолит, который у меня достаточно, в кислоту и понеслась. И это я все умею на лету. Этот опыт очень тяжело просрать. Так что я это легко, с легкостью сделаю. Вообще никаких загонов. Бас-гитару я продаю. Знаю, что я ее очень сильно ценю. Ей дорожу. Она мне очень нравится. Я ее очень люблю. Но бас-гитару я продаю. Я уже очень, ну, несколько лет вообще ей не пользуюсь. Как таковой. Ну, типа она у меня стоит. Я ее возьму там один раз, что-то там по мелочи сыграю и все. И до свидания. Даже в преподавательской деятельности я ей особо не пользуюсь. Ну, и зачем она тогда? Пусть она работает. У гитары должен быть хозяин и он должен ей пользоваться. Тем более у бас-гитары. На этом я подумал и решил, что да. Бас-гитары буду продавать. Продаю ее за сущие копейки за 80 тысяч. Я понимаю, что сейчас у некоторых сердце прижмет. Но для этого баса это копейки. Подобные бас-гитары продаются и дороже, и дешевле. Но я решил, что цена на мою бас-гитару будет такой. Это адекватная цена для России. Потому что, ну, больше за нее никто не заплатит. А за меньше я ее просто не буду продавать. Тем более она у меня со всеми документами, с гарантийками. С варвиковским вот этим вот пакетом. Причем, что я ее продаю с ремнем, с чехлом. Короче, со всеми ништяками и всем надлежащим. С помененными адекватными колками. Так что ее цена адекватная. Тем более охеренный комплект. Короче, я распродаю много всего из того, что не применяю. И не вижу смысла хранить вещи, которыми не пользуешься. И поэтому я вот все максимально распродаю. Че могу, че не могу. Короче, пофигу. Хотел сначала продавать свои колонки. И поймал себя на мысли, что мне нужны отдельные колонки под Quark Volk. И теперь те колонки, которые я хотел продать, теперь они у меня эксклюзивно работают под систему Quark Volk. И самое главное, я хочу разжиться нормальным сэмплером. А-ля AK-MPC. Вот. У которого прям внутри на борту можно будет крутить. Я хочу не миди-устройство, а именно отдельный синтезатор. Я знаю, что они стоят дорого. Я имею об этом во всем представление. Но я хочу. Потому что иметь возможность писать на лету для меня важна. Вот, например, даже вот этот вот звук, который я вам наигрывал. То есть, или каких-то там 4 аккорда наиграть. Сделать типа сэмпл чоп. И разложить это все там по пэдам. И все это на лету, короче, сыграть. И на лету это все там переигрывать, сохранять в памяти. Потом это все. Короче, это классно. Я прям хочу. Мне прям интересно. Вообще, мне хотелось бы все вот это вот заменить каким-нибудь обычным Тинэйдж Инженер, Инженер с ОП1. Но он стоит сотку. Поэтому буду строить пока что. Не смогу себе его позволить отдельно. Буду строить экосистему вокруг вот таких вот маленьких устройств. Потому что купить 4 устройства или 6 устройств по 8000 рублей отдельно гораздо легче, ну в разной промежутке времени, чем за один раз отдать сотку. Я думаю, что никто с этим не будет спорить. Как-то так. Так что моя жизнь приобретает интересные краски. Я теперь совершенно по-другому. Но все так же с удовольствием и с аппетитом. Смотрю на музыку, но интересно. И все становится только интереснее. На этом все. Спасибо, что смотрели мой такой вот сумбурный, очень добрый вложик. Спасибо огромное, что наблюдали. Мне было очень приятно, что вы послушали. Я надеюсь, вам было интересно. Задавайте свои вопросы. Рассказывайте, что бы вам было интересно услышать. Высказывайте свое мнение по поводу поднятых мной во вложике вопросов и рассказанных мной вещах. Вот как вообще относитесь к каналам, к синтезаторам и вообще электронной музыке как таковой. Ну и все около того. На этом все. Не прощаюсь. Давайте до ближайшего стрима и ближайшего выпуска. А желаю вам всего лишь лучшего. Успехов, удачи и добра. Пока-пока. Кстати, не забывайте, если вам понравилось, ставить лайк, подписываться на канал, там же оставлять свои комментарии. Если хотите помочь проекту какой-нибудь легкой благотворительностью, все ссылки в описании и под каждым роликом на YouTube. Рассказывайте моих видео друзьям. Не забывайте смотреть четрулетку, игровые стримы, предлагать свои темы. Вот теперь точно все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok